Приветствую вас. Надо сказать, что в вашем тексте я увидел несколько важных моментов, на которые я хотел бы обратить ваше внимание, ваше самое пристальное внимание. Первый момент касается следующего. Вы пишете, что у вас повторяется одна и та же ситуация в общении с новыми людьми. Если повторяется одна и та же ситуация с новыми людьми, значит имеет ментасценарное поведение, то есть каждый раз в одной и той же ситуации вы поступаете одним и тем же образом. И у этого есть свои причины. К сожалению, у этого есть свои причины. Какие у этого есть причины, естественно, я не знаю. Естественно, никто не знает, потому что для этого нужно с вами работать, но они, эти причины есть. И они есть совершенно однозначно. Все, что нужно вам сделать, это их определить. Все, что вам нужно сделать, это с ними поработать. Все, что вам нужно сделать, это выявить эти самые причины. Но это уже немножко другая история. Как правило, данное сценарное поведение берет свое начало из детско-родительских отношений, где именно родители задали темп, задали вектор вашего поведения. А у вас есть определенные выгоды в том, что вы сейчас делаете. Ну, к примеру, как один из вариантов можно привести следующую ситуацию. Коллега, с которым вы только-только познакомились, начинает вести себя соответствующим образом. Вы, видя, что он ведет себя соответствующим образом, быстренько формируете о нем какое-то свое мнение. Причем мнение далеко не позитивное. И это дает вам право об этом человеке думать как-то так. Это дает вам право не сближаться с человеком. Причем, что изначально этот человек кажется вам классным. И здесь, может быть, самые разные причины. Страх сближения, страх близости, отсутствие личных границ, чувство, что вы недостойны, к примеру, отношений с этими людьми и так далее. Очень много всяких есть причин. Далее. Люди позволяют вести себя соответствующим образом совсем не просто так. Как бы вам этого не хотелось, но не просто так люди ведут себя подобным образом. К сожалению. То есть, если они себя так ведут, значит, у них есть на то причины. Какие причины? Это уже другая история. Но совершенно однозначно, что такие причины есть. И в первую очередь можно говорить о том, что эти причины, по сути дела, представляют из себя ваше собственное жертвенное поведение. То есть, вы позволяете людям вести себя так. А. Б. Вы пытаетесь пороться. То есть, вас что-то выдевает, вы сразу пытаетесь защититься, вы сразу пытаетесь включать серьезность. Ну то есть, грубо говоря, вы относитесь к себе слишком серьезно. А к себе относиться серьезно нельзя. Вообще. Вот от слова вообще. Поэтому, опять же, да, вы не умеете общаться, да, у вас есть проблемы с общением. Вот. И, соответственно, раз у вас есть проблемы с общением, значит, вполне возможно, что у вас нет лишних границ. Лишних границ это, как бы, отсутствие адекватной дистанции между вами и человеком. И, соответственно, либо вы, значит, позволяете человеку, к примеру, все. То есть, вы человеком излишне открытый, излишне откровенный, вы человеком излишне положительный, к примеру. Либо вы, наоборот, с человеком, ну, по сути, излишне закрытый. Вот. То есть, еще раз хочу, чтобы вы поняли. Это не люди позволяют себе определенные действия по отношению к вам. Это вы позволяете людям вести себя так. Это вы создаете у них впечатление о том, что с вами можно так себя истить. То есть, дело не в людях, а в вас. Дело не в людях, а в вас. И сама ваша постановка вопроса, сама ваша постановка вопроса, она подразумевает определенную, определенную родительскую, заметьте, родительскую позицию, что это люди, такие вот пошлые, грумые, позволяют себе какие-то вещи в отношении меня. Но на самом деле, они позволяют себе лишь то, что вы подсознательно хотите, чего вам подсознательно хочется. Это те люди, грубо говоря, которых вы заслуживаете. Как бы вам это было, ну, не неприятно. Другой момент, конечно, да, вот, почему вы таких людей заслуживаете, ну, это уже, как вы понимаете, момент для, опять же, индивидуальной работы. Дальше. Например, вы пишите, сейчас я с меня в работу, есть там такой коллега. Какой? Ээээ, при этом, как ответить, я, например, не знаю на такое. На какое? Теряют. Вот именно. Почему теряют? А потому что не привыкли защищать свои личные границы. Почему теряют? А потому что у вас есть ощущение собственного величия, вы считаете, что вы не такая, как другие. Потому что в детстве вас, родители, скорее всего, вставили в исключительные условия, в исключительные обстоятельства, когда вам не позволялось проявлять инициативу. Когда вам не позволялось себя защищать. Но при этом позволялось осуждать других людей. Что вы, благоколучно ее, в собственное дело. Вот. То есть, вы себя не защищаете, вот. А вы благополучно их осуждают. То есть, вы считаете себя вправе называть людей там грубыми, вы считаете себя вправе называть людей почтами, вы считаете себя вправе оценивать этих людей. Но при этом вы не показываете сразу, что нет, с вами так нельзя. Вы теряетесь. А почему вы теряетесь? Вот что, Вань, почему-то вы теряетесь. Дальше. Ещё думаю, не на конфликт же идти, вроде новенькая, а уже, скажем так, не повадила, а здесь у вас зависимость от чужого мнения. Здесь у вас ориентированность на социум. Это означает, что, опять же, вы сами для себя многие вещи не понимаете, и у вас здесь очень много малоадаптивных идей. К примеру, я боюсь, что обо мне подумают, поэтому я чего-то не буду говорить, потому что боюсь, что обо мне что-то не то подумают. Ну вот, вы боитесь, что о вас что-то не то подумают, и вы по итогу оказываетесь не удовлетворены. Вот. Кроме того, если вы говорите, что я не умею себя поставить, это означает, что вы не умеете себя репрезентовать. А не умение себя репрезентовать, по сути дела, говорит только лишь о том, что у вас нет четких представлений о себе. Ну а откуда им взяться, если вы ориентируетесь только на других людей? Откуда им взяться, если вашей личной границы нет? Откуда им взяться, откуда взяться репрезентанты? Понимаете? Вот и всё. Очень важно, опять же, знать каких людей вы считаете классным. Что знаете, классный человек, это очень странная характеристика. Когда мне говорят, например, что я классный, ну я, наверное, если бы вот человеку мне был дорог, да, я бы его попросил бы мне такое больше не говорить. Потому что, ну, да, классный, это что-то очень странное, что-то очень несерьёзное. Классное, знаете как, это такое, знаете, вот у меня такое, вот у меня ассоциация, у меня ассоциация классная, это, знаете, что-то такое, на один вечер, на один день, вот, я не знаю почему, ну вот так, вот, понимаете, то есть, это очень поверхностная история, и какими могут быть поверхностные люди, как вы думаете? Какими могут быть люди поверхностные, которые вот именно классные, а что у них ещё это есть ценного, помимо того, что они классные? Что вам-то нравится в этих людях, вот вы посмотрите на людей, которых вы считаете классными, вот. что, как правило, как правило, человек классными считает далеко не всех людей, а тех только, ну, у которых есть качества, у которых нет самого человека, как правило, вот. Итого получается, что это не с вами что-то не так, точнее не только с вами что-то не так, но это не не так, а тем людьми, которых вы выбираете себе своё окружение. Кстати говоря, а почему вы сменили работу? Из-за чего вы сменили работу? Кстати говоря, а что, новенькая коллега бесправная? Откуда такие данные? Ну и что, что с ним, с ним всё ладит? А при чём, если вы? Вот. Как реагировать на то, что тебя задевает? Ну, смотрите, это хороший вопрос, эээ, я полагаю, что эээ, этот вопрос, эээ, очень, она очень позитивный лад меня настраивает в отношении вас, потому что эээ, ну, если человек, как вы его спрашиваете, да, как реагировать на то, что меня задевает, то у него уже есть сомнения, что реагирует он неправильно. Так вот, если вас это задевает, это только ваша проблема. Только ваша проблема. И, соответственно, если вас что-то задевает, мы должны набрать, что именно задевает и что вы будете с этим делать. Выбора у вас, по сути, немного. Вы можете либо это изменить, то, что вас задевает, либо принять в себе. Если изменить, например, не можете или не хотите. Либо, если изменения, например, потребуют от вас очень много сил, либо, если, эээ, изменения затронут вашу личность настолько, что, эээ, будут сомнения, к примеру, эээ, что вы захороните, эээ, свою самобытность. Вот. Ага. Значит, приведу пример. Да? Поведу пример. Человеку косоглазие. Такой пример. Соответственно, над ним все смеются. А, если человеку не нравится, что над ним все смеются, вот, что он может либо косоглазие свое исправить, да? Либо, если у него, к примеру, нет денег на это, либо у него нет, эээ, средств на это, ну, он может, эээ, просто принять. Потом как, вот на сегодняшний день я такой, и делать, сделать я с этим пока ничего не могу. Вот. Ему нужно принять это в себе и перестать самому, эээ, самому с собой отвергать у себя наличие данных, ну, как их особенности. Вот. Скажем так. Как только вы себе это принимаете, как только вы позволяете себе быть кем бы то ни было, вот, вы сможете, эээ, в равной степени, да, эээ, значит, смеяться над своими особенностями, которые у вас есть, наравне с другими людьми. Вот. И как только вы будете смеяться над своими особенностями наравне с другими людьми, поверьте мне, как-то смехаться над вами будет уже неинтересно, неинтересно. Абсолютно. Что касается, ну, того, что вам говорят какие-то бошенцы либо грустности, то здесь, опять же, не нужно спорить, а нужно совсем соглашаться, соглашаться и просто высмеиваться. К примеру, вам говорят, ну, что же ты такая неряха, к примеру. А вы говорите, вот тебе не повезло, что ты с неряхой работаешь, типа, допустим, да, или вот тебе не повезло, ты с такой, там, не знаю, глупой, глупой коллегой работаешь, уходи, ты, скорее, работаешь, всё же так, или щутку-то-другой, а, типа, там, тебе самой надо идти? Так я бы ушла, так кто же меня, как бы, ну, возьмёт на работу? Я же такая глупая. Вот, ну и так далее. Всё вот в таком ключе. Это называется принцип амортизации, вы можете почитать об этом в интернете. И на этом, на этом принципе, собственно, строится общение. Кстати, общение нужно выстраивать на чём-то общим. Вот это, опять же, именно, это общие моменты, общие, то, что вас может, так или иначе, ну, объединять с людьми. Вот, другом никак. Даже если вы из разных миров с коллегами, то это абсолютно не значит, что вы не должны общаться над темой, которые, например, понятны им, только им и никому больше. Вот, понимаете? Другое дело, хотите вы этому учиться, другое дело, может, другое дело, что вы этого не умеете, другое дело, что вас, я думаю, нужно научить. Но это уже другая история. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если вам остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.